Друзья, приветствую вас, это YouTube 24 канала, это я, Ирина Узлова, и со мной традиционно в это время каждую неделю Юрий Рашкин, общественный политический деятель из Соединенных Штатов Америки, просто оттуда, да, и депутат окружного собрания Округа Рог в штате Висконсин. Юрий, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, Ирина, приветствую ваших зрителей и слушателей, и славу Украине. Героям нашим слава, дужи дякую, пан Юрию. Поэтому обычно мы начинаем с таких зрадофильных немного статей, в которых говорится, контрнаступление провальное, тактика вооруженных сил Украины не та, ничего не будет, прорыва не достигнута, пропало все. Собственно говоря, если подытожить, и тут видим наоборот, очень много публикаций, в которых говорят, что украинские вооруженные силы прорвали первую линию обороны, что наступление успешное. Джон Кирби выходит прямо из Совета национальной безопасности и говорит, что за последние 72 часа отмечают Соединенные Штаты существенный заметный прогресс вооруженных сил Украины на Южном фронте контрнаступления. Ну так, с чем связана вот такая смена положительной риторики? Я думаю, это связано с тем, что есть большая картина, есть как бы лес, а есть деревья. И когда мы смотрим вот то, что мы с вами делаем, даже как бы регулярно смотрим на то, где мы находимся, то ситуация может выглядеть хуже, может выглядеть чуть лучше, как бы все может зависеть от нас. Но если отойти подальше, это контрнаступление должно занять от двух до четырех месяцев. Это сейчас мы как бы к концу лета приближаемся. В принципе, ну начало осени, это вообще то время, когда генерал Ходжес предвещал, что Украина может взять Крым. Так что все, мне кажется, на самом деле, так сказать, большая картинка выглядит, ну правильно, как и ожидалось. А то, что есть там линия Суровикина, то, что нужно все это разминировать. И, кстати, где Суровикин, что нужно все это разминировать, и что это займет время. Тут просто разница подхода, потому что те, кто требовали каких-то переговоров с Россией, договоров, те, кто пытались каким-то образом сократить американскую помощь, ну или просто раздружить Америку и Украину, говорили о том, что сейчас, в данный момент, ситуация идет медленнее, чем хотелось бы. Ну, в общем-то, с этим даже никто и не спорил. Но сейчас ситуация изменилась, меняется, и это, в общем-то, то, что ожидалось. И то, что наши ежедневные новости начинают отражать то, что восход Солнца происходит, это не означает, что восход Солнца не ожидался. Просто сейчас наступил тот момент, когда, видимо, совершен какой-то прорыв, и ситуация движется вперед. Поэтому нужно как бы сидеть за тенденциями, мне кажется, и не только за успехами или провалами на поле боя сегодня. Потому что иногда мы с вами, наши зрители, смотрим изо дня в день, как бы производим этот контент, содержание и рассказываем о том, что происходит сейчас. И тяжело вспомнить, о чем мы говорили месяцы назад, возможно, годы назад. А на самом деле то, что сейчас происходит, это подтверждение того, что ожидалось. Просто это может занять чуть-чуть дольше, может занять чуть-чуть меньше. Но прорыв контрнаступления ожидался. Россия не ожидала, что она в состоянии будет защищаться. Поэтому она и заминировала все, что могла. И Соединенные Штаты, мы видим, пакет за пакетом новой помощи, которые дают именно то оружие, которое нужно для разминирования этих полей. Поэтому, опять же, все на самом деле достаточно ожидаемо и почти что предсказуемо. Мы не знаем, какое безумие решит сотворить Владимир Путин. Но, с другой стороны, тоже по истории последних полутора лет мы видим, что он творит одни и те же зверства, атакуя гражданские объекты и атакуя гражданских лиц, используя свою армию для атаки гражданского населения. А то, что сейчас это кончится для него плохо, и эта арабская армия не будет защищать, мы это уже видим по атакам дронов на территорию России. Мы видим, что война перебросилась туда. И как бы в этом смысле думать о контрнаступлении, это тоже интересный момент, ведь на самом деле, потому что контрнаступление это на линии фронта. А в это время, журналисты, мы с вами обсуждаем различные атаки дронов по России. Так что, в каком-то смысле, война мало того, что вернулась на территорию России, но еще и перешла на уровень, мне кажется, России, особенно даже и не ожидала. А теперь они получают атаки по аэродромам, по разным военным объектам. И тут как-то даже можно в какой-то момент почти забыть о том, что в это время героические бойцы разминируют поля, чтобы ВСУ и ЗСУ могли туда пройти, вернуться к тому, о чем мы говорили, территориальная целостность, суверенитет Украины. Так что тут идет атака на многих фронтах. Есть, понимаете, не только информационное поле и военное поле, но есть еще территория всей России, которая вдруг стала поле боя. И это, мне кажется, очень опасная, опасная тенденция для России, намного более опасная, чем, возможно, даже прорыв, который сейчас произвело контрнаступление. Это опасная тенденция. Прекрасное явление так характеризирует перенос войны на территорию Российской Федерации. Главный разведчик Украины Кирилл Буданов. Он, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который говорит, надо так осторожно, чтобы не остаться вдруг без партнеров, он уверен, надо бить. Так сказать, надо, чтобы война переходила на территорию Российской Федерации. Он, кстати говоря, тоже упомянул Суровикина, потому что, по мнению Буданова, именно его и сделают крайним за вот эти все атаки, которые сейчас происходят на территорию Российской Федерации. Буданов вспомнил. Очень может быть. Поэтому я думаю, что сейчас неплохо бы, чтобы имя Суровикина не забывалось. Чтобы даже те мизерные, ужасные, так сказать, нельзя сказать успехи, но задержка, которую сейчас добилась Россия, этого человека сейчас, ну как, уничтожают, уничтожили. Мы даже не знаем, из-за чего он жив до сих пор. Да-да, Буданов тоже говорит, что там всегда должен был быть кто-то крайний, поскольку он был командующим военно-космическими силами, да, но уже его отстранили официально, то это зона его ответственности, так или иначе его должны убрать. А вот, я так думаю, они помимо того, что будут искать крайних, никакие методы противодействия, как показывает уже практика, недель и месяц, завискать не будут, наверное, да? Ну зачем? Летит, да и пусть летит. Знаете, это вообще большая проблема России и Советского Союза, которую потом нам трудно из себя выдавить, потому что мы хотим справедливости, и мы хотим, чтобы люди пострадали, но часть западного мышления – это чтобы люди страдали за преступления, которые они совершили. И, ну, правда, если Суровикина взять за попытку госпереворота, то тоже, значит, как бы он тогда пострадает, по крайней мере, за то, что он реально совершил, потому что проблема с бесперерывной сменой этих, я говорю, на сцене российского медийного или любого пространства, военного, публичного, общественного пространства, то, что люди, с одной стороны, получают по заслугам, но не за заслуги, они как бы просто суммаризировали такой ужас, что, в конце концов, система их каким-то образом уничтожает, но не всегда за то, что надо было бы. Это печально, потому что это ведет к вопросам даже о таких людях, как о Гиркине потенциально, Стрелков. Гиркин, никогда не помню, как его настоящая, какая у него выдуманная фамилия, потому что все-таки надо, чтобы людей не просто их достигла справедливость, а достигла справедливость. Мы же не слепая, как бы, вселенная, которая, так сказать, карма работает. У нас должны быть законы, порядок, и мне кажется, что человека нужно сажать, и, конечно, в России от этого ждать не приходится, но люди должны быть наказаны за свои преступления. Поэтому Суровикин и вся российская армия, которая получит по заслугам, это то, что они заслужили. А то, что искать крайнего, не искать крайнего, это становится каким-то таким, ну, как бы, есть ли кого-то, на кого можно будет повесить этот цемент и утопить. В России всегда найдется и цемент, и кого нужно утопить. Но меня просто это раздражает, потому что это имеет никакое отношение, ну, как бы, к справедливости. Это, как бы, не справедливости, а по закону. Даже слова правильные не приходят в голову, потому что нужно, чтобы преступление совпадало с наказанием. Я не знаю, какое наказание вообще будет достойно Дмитрия Медведева, российского военного преступника по заместительству заместителя главы Совета Безопасности РЭВ. Он здесь разразился, в общем, новым истерическим постом. Говорит, что все, все Байден, Трюдо, Сунок, Шольц, Макрон, Мелони, чумные блохи из Прибалтики, это пишет Медведев. Ну, этот, говорит, они все прямые явные пособники нацистов. Ну, понимаете, Байден пособник нацистов. Я так думаю, что это он реагирует, в частности, и на решение Соединенных Штатов передать Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Они ведь это сразу по своему то ли незнанию, то ли глупости, то ли специально приравнивают чуть ли не к ядерному оружию. Вой там на болотах просто несется со всех сторон. И вот Медведев говорит, пособники нацистов относиться тоже надо, как к руководителям стран нацистской коалиции, а вот не предаваться сладким грезам. Насколько такая истерическая реакция свидетельствует, что они действительно боятся, и решение о снарядах с обедненным ураном, это все-таки тоже уже как отклик на успехи наших вооруженных сил на поле боя? Я думаю, что это, во-первых, говорит о том, что все против России, что они записали себе врагов все. Ну и замечательно, это очень приятно, когда они сами признают, кто им враги, это весь цивилизованный мир. Когда Медведев делает свои заявления, это в каком-то смысле еще один способ подытожить пропаганду, но это не влияет на действия. Мы понимаем, что они собрали всех вместе, что нацизм в России вообще, опять же, извращенное слово, которое не означает то, что оно изначально имелось в виду. Поэтому любой, может быть, оказывается по определению Медведева нацистом, и вообще просто главное в этом, наверное, противостоять России. То есть если вы противостоять... Знаете, как в Америке очень любят республиканцы атаковать Антифу. Антифа, Антифа. А что такое Антифа? Ну так это антифашисты. А, они оказываются плохие у республиканцев. Интересно, почему? Поэтому, когда россияне все сражаются с нацистами, и все вокруг нацисты, и нацисты это против русских, начинаешь задумываться. Но мы это делаем, так сказать, не в первый раз. И вообще, мне кажется, что, возможно, это часть реакции на то, что Нобелевский комитет убрал то, что вышла новость, что отозвал приглашение и российскому послу, и белорусскому послу. То есть, мы пока что еще не видим этого рва с крокодилами, но мы уже о нем слышим. Мы уже видим, что с точки зрения Медведева, вокруг весь мир против России, значит, России нужно теперь копать срочно ров из туда, бросать крокодилов, чтобы спасаться от всего мира. И Нобелевский комитет говорит о том, что Россия, нам тут и Беларусь, ну, если какая-то разница есть, нам здесь не нужна. Пригласили, приглашение отзывается. Наверное, не нужно было приглашать, но, может быть, у них процесс, по которому нужно вначале пригласить, а потом отказать. Я точно не знаю. Но вот куда еще будут приглашать этих, если их на дипломатические, на гуманитарные, ну, да, презентация премии, это же не военное событие, но никаким образом. Но их туда тоже, в Олимпиады, никуда их не пускают. То есть мы видим, что здесь этот железный занавес постепенно опускается с обеих сторон. Потому что говорили, что вот в Советском Союзе, это Советский Союз опустил железный занавес, здесь Россия границы не закрывает. Но мне кажется, это просто вопрос времени. Или, возможно, они не смогут закрыть границы, может, они понимают, что страна разваливается. Но вот этот подход сказать, что все вокруг нас враги, и не просто враги, а самое плохое слово для врага – нацисты, это говорит о том, что, опять же, покидать территорию тем, кто хочет покинуть территорию России, нужно срочно. Так же, как наш Госдепартамент постоянно объявляет, регулярно объявляет о том, что нужно американцам покинуть территорию того или иного государства, вот там Белоруссия недавно упомянули. То же самое я, поскольку я говорю по-русски, хочу донести до зрителей и слушателей в России, пока у вас есть возможность. Вот такие заявления Медведева на Западе, ну, посмеялись, там, ну, еще один. А вот для людей в России это может иметь очень конкретное значение. И когда границы закрываются, когда поезд уходит со станции в России, это не то же самое, что, я не знаю, ну, нет, это означает очень плохие вещи. Это просто означает очень плохие вещи. Поэтому вот такой твит или телеграм-послание должно ужаснуть и напугать людей, которые находятся на территории Российской Федерации, намного больше, чем оно произведет впечатление где-либо на Западе. Тем более, что они там уже разрабатывают правительственный законопроект о том, что загранпаспорта можно отбирать, просто даже если покажется, что у кого-то губы, так сказать, или уши увеличены, или уменьшены, это уже будет поводом просто не выпускать за границу. Ну, ловушка постоянно сужается. А вот, кстати говоря, Юрий, я тоже задавалась вопросом в общении с нашими гостями. Почему Нобелевский комитет вот так, да, туда-назад? Почему нельзя сразу? Да не только лишь они. Почему концерты разрешают в странах Европы, там, или в той же Грузии, а потом петиции, протесты отменяют? Говорю, почему нельзя вообще вот так не звать их? И Марат Гельман, публицист, галерист, политтехнолог, наш частый гость, также у него есть для нас с вами ответ, так сказать. Он говорит, что вот такой кипиш даже, возможно, лучше, потому что так оголяются и вспоминается история взаимоотношений Российской Федерации в разных ее проявлениях, как на поле действия международном. Когда, например, не разрешали Пастернаку брать Нобелевскую премию, что это все оголяется и, наоборот, даже лучше еще больше показывают вот это обличие Российской Федерации. В то же время другие эксперты говорят, что так происходит, потому что международная изоляция России все-таки недостаточно. Возможно, вот как вы думаете, кто прав? Лучше показать вот такое лицо настоящее или все-таки где-то недорабатывает мир, где-то не до конца закрываются перед Россией двери? Знаете, я, во-первых, Марат Гейман очень умный человек, поэтому я задумываюсь о том, что он говорит. Я вижу правду в том, что, конечно, давать, чтобы люди видели то, что происходит, включая протесты. Это важная часть демократического общества, и это нужно. С другой стороны, мне кажется, что, в общем-то, все понятно. Тут, в общем-то, все однозначно. Россия варвар, Украина жертва. Когда Нобелевский комитет вас не приглашает, это говорит о том, что вы не в хорошей компании, что вас в хорошую, приличную компанию хороших людей больше не пускают. Но при этом продолжают... Вот что-то я слышал, какую-то новость про Нетрепко, куда-то ее то ли вернули, то ли пригласили. То есть, по крайней мере, эти имена, эти звезды продолжают функционировать и продолжают быть на слуху. И тут, знаете, можно сказать, что это слабость демократического общества, можно сказать, что это силы демократического общества. Но я думаю, что пока на нас не станут бросать бомбы, мы не откажемся от всего русского под государственным приказом. Даже сейчас, просто смотря на реакцию простых американцев, у них нет никакого вот такого, знаете, «эээ, вы русский!» Никакого... Абсолютно. Они говорят, «О, вы из России!» «А вот он из Норвегии!» «А вот она из Франции!» «А вы из России!» «Как интересно!» Сейчас там, правда, да, ну, жалко. Но Украина, так сказать, как бы выражают соболезнования, но не смотрят на русских вот таким людей из России каким-то обязательно, так сказать, общая ответственность, групповая ответственность в этом смысле видим, что не распространяется. Но если бы на нас начали бросать бомбы, то это бы очень-очень-очень быстро изменилось. И это еще одна причина для Владимира Путина таким образом сдерживать себя в каких-то мерах, потому что если это происходит эскалацией, он переводит войну на следующий уровень, когда он уже нападает на те страны, в которых он пытается сейчас гибридным образом пробраться и получить поддержку от населения, он теряет все бенефиты этой гибридной политики. Поэтому тогда уже, знаете, если на Вену падает бомба, то и на Берлин, то никакая нетрепка там близко не нужна. Поэтому это просто говорит о том, насколько Запад чувствует себя участником, но не как бы... И даже согласны ведь жертвы нести финансовые. По жертвованиям финансовые, потому что тяжело, потому что отказались от дешевого газа, нефти, чего угодно, но приглашают, приглашают, открывают сцены или приглашают каких-то российских исполнителей. Возможно, считают, что искусство как бы не несет той, не то чтобы вреда или пользы, а просто смысла. Оно как бы о другом. Что нетрепка на сцене, это не говорит о том, что России ужасно, а говорит о том, что прекрасный голос, это прекрасный голос, и красота спасет мир. И может быть, знаете, вот такого типа размышления. Печально, потому что это западня, в которой мы все время ловимся. Когда мы думаем, что какой-то человек, потому что он очень или она умный человек, что это компетентный человек, что это хороший человек, а это не обязательно хороший человек, который представляет хорошую страну, хорошие интересы и вообще является приличным человеком. Но мы думаем, ну такой профессионал. Иногда мы готовы закрыть на это глаза. Мы говорим, вы знаете, этот хирург, он последний сон, мне сейчас нужен хирург, и я как бы потерплю. И в этом смысле я не думаю, что российские исполнители это какие-то хирурги, которые абсолютно нужны западному обществу, иначе западное общество не сможет выжить. Выживет, выживет, учитывая, что российская культура это просто, как правило, какая-то вторичная обработка западной культуры, то выживет. Без России, без проблем. Но вот этот разрыв болезнен, люди привыкли ходить на разных исполнителей, у них желание придержаться, удержаться за нормальную жизнь, опять же, потому что их не бомбят. Все это можно понять, и поэтому так важно, чтобы, когда эта гибридная политика происходит на сцене любого театра, чтобы люди давали об этом знать. Вот сейчас отменились, например, гастроли Ленкома в Израиле. Очень большое достижение в этой гибридной войне, большой успех для, ну, как бы, страны света. Потому что, особенно после того, как я, это письмо, которое я прочел от Ленкома, когда они просто звучали как-то мерзко, погано, и думаю, ну, видимо, они своим письмом, опять же, открытым текстом показали, что с ними, вот они, правоту тех, кто отменил их гастроли. Поэтому тут все, знаете, эта гибридная война продолжается, но как только эта гибридная война, не дай бог, перейдет, переходит в горячую фазу, все вот эти заигрывания и попытки услышать другие голоса очень быстро закончатся. Более того, вот тут может начаться, я просто смотрю на Соединенные Штаты, которые мы взяли наших японцев, иммигрантов, и посадили их всех в лагеря, когда Япония разбомбила наш Тихоокеанский флот. Так что мы можем очень даже, и маятник может качнуться и в другую сторону, и мы можем переборщить очень даже. Поэтому лучше, когда это делается в каком-то смысле гражданами, а не государством, потому что государство, сила такая большая, может и переделать. Можно сказать, знаете, мало того, что всех русских артистов, актеров не приглашаем, но и всех русских вообще, это же, понимаете, мы же не можем просто отказаться от этих исполнителей, но признать, что все эти люди, которые здесь спасаются у нас в стране, так же, как этот исполнитель каким-то образом, если, значит, они все исполнители ужасные, ну как эти все люди могут быть хорошие? Тогда, значит, происходит какая-то на государственном виде уровня разборка, это переходит на эскалацию, это новый уровень. А пока мы в состоянии решить это на общественном уровне и просто потребовать, чтобы отменили гастроли и гастроли отменили, то это все-таки более такой точечный перестрел, вместо того, чтобы находить глобальные решения, при котором пострадают и невинные люди, и заслуженно пострадают. Опять, знаете, с Россией страдают все. Поэтому так. Тем более, мне кажется, что недостатка хороших, качественных исполнителей разного жанра на Западе так точно нет. А вот те... это очень интересный вопрос, Верина, вы абсолютно правы. Я присутствовал при встрече американца и россиянина, и россиянин говорит, ну, вы знаете, мы знаем столько исполнителей американских, Элвиса Пресли, и Фрэнка Синатру, и вообще разных людей. А вы кого знаете из русских? И американцы как-то так в шоке, как бы, так сказать, ну, они не пробились на наш рынок, ну, поэтому мы их не знаем. Как бы, откуда их знать? Да? Не заслужили. Такое ощущение, что в американский рынок нужно пробиваться с автоматом. Ну, да, к этому они только лишь и привыкли. Они по-другому не умеют ни на какие рынки. А плагиат, вот все, что они умеют. Ну, и как раз вот о бомбах на голову, так это русские пропагандисты только об этом всегда и крещат, что надо бомбы на Берлин, на Варшаву и на все западные столицы. Поэтому странно, Ну, понимаете, Ирина, их нельзя слушать. Я не понимаю, почему... Мне печально видеть, когда столько просмотров набирают ролики, которые анализируют Соловьева. Господи, его смотреть не нужно было изначально. Если вы там оказались, то срочно мойте руки, выключайте. И только потому, что он такой веселый, шут страшный, невероятный, надо посмотреть, что он там сегодня скажет. Не надо. Это дезинформация. Не нужно совать голову в туалет. Это не обязательно лучший способ быстро напиться. Но это я просовывался. А то можно стать козленочком. Вы уже вспомнили, что Россию в приличном обществе нигде не ждут, а вот Украину ждут. Ждут Юрий и президента Украины Владимира Зеленского по всей видимости, ну, как и раньше, анонсировались. Ждут его на ежегодной встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке. Об этом, по крайней мере, сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление посла Албании в ООН, которое он сделал перед журналистами. Ожидается, что Зеленский приедет, что там и формула мира украинская, собственно говоря, будет обсуждаться. Но мы всегда знаем, что когда происходят визиты Зеленского в Соединенные Штаты Америки, с пустыми руками он не возвращается. Он возвращается с Хаймарсами, с Абрамсами, на перспективу с разговорами о АКМСах и всем остальном. Как вы думаете, с какими сюрпризами здесь, после визита на Генассамблею? Да, я думаю, что будут и двусторонние встречи, однозначно, какие-то проведены с руководством Америки. С какими сюрпризами может вернуться Зеленский в Украину после сентября? Я думаю, что самое лучшее, с чем он мог бы вернуться, президент Зеленский мог бы вернуться в Украину, это с уверенностью, что Соединенные Штаты поддержат 24 миллиарда финансирования военной и гуманитарной помощи для Украины. Потому что в этом сейчас главная цель. 24 миллиарда это достаточно большая сумма, когда тут действительно очень неплохо бы, если бы президент пришел и сказал, да, нам это нужно, да, это нам поможет, да, это поможет нам победить, мы благодарны вам так держать, вместе до победы, ура, слава Украине. И если бы, и это все, что на самом деле требуется от президента. Я больше озабочен тем, что президент может в какой-то момент начать винить союзников за недостаточную помощь. Я надеюсь, что этого не будет сделано, мне кажется, это не выигрышная риторика, которая только используется противниками Украины. Но в этом смысле у нас их хватает, знаете, есть сенатор Линдзи Грэм, который, вот когда в словаре есть слово лукавство, то там фотография Линдзи Грэма, потому что он, ну, просто он использует, он самый, один из самых циничных сенаторов в Вашингтоне, который вначале был военным прокурором, если не ошибаюсь, в Южной Каролине, ну, правда, не женат, но с кем не бывает, но он стал лучшим другом Джона Маккейна, а не как бывшие военные, и Линдзи Грэма зауважали. После этого Джона Маккейна не стало, и Линдзи Грэм понял, что без Джона Маккейна он никто, мало кто, и он подружился с Трампом. И тут он, значит, как бы показал себя, что он абсолютно бесхребетен, но это не то, чтобы он случайно ветер подул, а он думает о том, куда дует ветер, он размышляет об этом, и поэтому его заявления всегда несут глубокий, как бы, политический смысл, в том смысле, это дает нам понимание о том, что сейчас происходит, это очень конъюнктурное мышление. И это конъюнктурное мышление говорит о том, что сейчас неплохо бы надавить на Украину, чтобы они там выборы провели. А вот я хотела спросить, это заявление о выборах, оно ложится в эту же парадигму его вектора деятельности? Я думаю, что это ложится, это все складывается в один пазл, потому что вот сейчас приедет Зеленский, мы ему скажем здравствуйте, мы ему скажем пожелаем вам удачи на выборах, и как бы подмигнем, и все, и тогда как бы, потому что это еще один способ разрешить ситуацию, убрать Зеленского со сцены путем легальным, потому что сейчас, когда Украина не может проводить выборы и разговоры об этом просто, ну это глупость, это просто глупость, которая помогает непонятно кому, такие разговорщики в строю просто говорят о том, а на что вы надеетесь, сенатор Линдзи Грэм, когда вы делаете такие заявления, вы надеетесь, что Зеленского не изберут, или что переизберут, потому что я не, такие тут, потому что когда он, если он скажет, что это просто как бы о демократии, мы понимаем демократию, ну тогда уважайте закон, уважайте порядок, по закону, каждые 90-е дни продолжается военное положение, ну надо знать какие-то, так сказать, базовые вещи сенатора Соединенных Штатов, и его такого типа заявления мне кажется просто лукавством, и то, что появится Зеленский, и это будет возможная риторика, которая встретит его с республиканской стороны, что мы все так вам рады, и мы так ждем новых выборов в Украине, ну это хорошо, так сказать, пусть я, как сказать, я бы по этому поводу особенно не нервничал, Линдзи Грэм заявляет разные вещи, в зависимости от того, куда, как я сказал, ветер дует, у него палец точно вот на ветру, он следит, он расскажет все, что ему нужно, и, видимо, это просто говорит о ситуации на сегодняшний день, но это не означает, что украинцам нужно теперь срочно построиться, идти голосовать, потому что сенатор из Южной Каролины что-то там сказал, а у него больше влияния, я думаю, чем у Дмитрия Медведева, но в каком-то смысле любого политика нужно как-то, ну кроме диктатора, которого приходится воспринимать относительно серьезно и понимать, что он просто врет, но тут другая проблема, а у американцев есть понимание, знаете, я как член областного собрания могу призвать, ну, так сказать, с одной стороны к чему угодно, но это не означает, что это произойдет, или что сенатор Линдзи Грэм прислушается к моему мнению, просто потому, что он понимает, что у меня нет никакой возможности увеличить военную помощь Соединенных Штатов, надавив на президента каким-то легальным образом, я могу использовать общественные площадки, но моя политическая должность не дает мне такой власти, и нет такой власти у сенатора Грэма, он может проголосовать, и он может таким образом сказать, что я голосую против помощи Украине, потому что я не думаю, что Украина привержена идеалам демократии, и таким образом попытаться оправдать свою поддержку или поддержку любого другого сенатора против помощи Украине, сказать, ну, они там недостаточно привержены демократии. Поэтому, мне кажется, что важно продолжать говорить о том, что в Украине будут выборы, и что у Зеленского будет возможность переизбираться или не переизбираться, но сейчас не то время. И если те же американцы считают, что мы можем послать украинцев голосовать под бомбами, боже упаси, какая у нас была проблема, и когда у нас был ковид, и как мы это решали, и как мы с этим боролись, но при этом у нас выборы продолжались. Так что разные ситуации, но ковид, это, как мы знаем, не война. Юрий, то есть, подытоживая уже эту тему, наш разговор какой-то консолидированной, однозначной, разработанной позиции в Белом доме, в администрации Байдена, что надо Украине просто кровь из носу в следующем году проводить выборы, ее не существует. Это просто прощупывание почвы от вот таких отдельных представителей. Более того, это прощупывание политической почвы политикам из оппозиционной партии. То есть, у него и власти нет, и он просто пытается найти себе какое-то влияние, и он тыкает. И вот он думает, а что если здесь, может быть, это какой-то хороший риторический политический talking point, когда можно за эту методичку вцепиться и держать, а то, что Байден будет каким-либо образом давить на Украину сейчас проводить выборы, я представить себе такого близко не могу. Юрий, спасибо вам огромное за то, что мы себе можем представить реальную картину благодаря вам и уровню нашей поддержки, и того, что думают, как думают, как оценивают и наши наступления, и в целом те процессы, которые у нас происходят в Соединенных Штатах Америки. Вас благодарю отдельно за вашу позицию и аналитику. До новых встреч. Спасибо вам. Друзья, это был Юрий Рашкин, общественные политические деятели Соединенных Штатов Америки. Спасибо, что были с нами. С вами была также я, Ирина Узлова. Поставьте, пожалуйста, ладь нашему разговору. Если вам понравилось, подписывайтесь на нас на YouTube 24, а также на Юрия Рашкина, на Рашкин Репорт. Вы легко можете найти в YouTube. Всегда интересные интервью, в частности, поэтому будьте любезны, подпишитесь, мы вам будем благодарны. Берегите себя, верьте в себя, победим.